Дорогие друзья, вы спрашивали себя когда-нибудь, что одного человека делает лучше другого? Почему один человек успешнее другого? Почему он или она лучше меня? Почему он или она меньше спит и больше работает? Почему он или она за мотивирование меня? Как им все это удается тренироваться, учиться, зарабатывать и находить на все время и силы? Мы привыкли к тому, что тестостерон используют только качки. Однако это не так. Очень часто к этому прибегают люди, которые чувствуют, что им не хватает внутреннего бензина, сильного стержня для новых побед. Потому что мы хотим быть свободны, мы хотим разбогатеть, потому что мы хотим стать сильнее, потому что мы хотим стать успешнее. Как много у вас времени на тренировки? Как много у вас времени на обучение? Как много у вас времени на семью? Как много у вас времени на свободу? Неудивительно, что те люди, кто хочет делать больше, а тратить меньше, те люди, кто хочет добиться успеха, часто прибегают к допингу. Тестостерон на самом деле психоактивный. Именно поэтому, в принципе, отношение одна из причин, по крайней мере официальная, почему такое отношение к нему, что он полузапретный такой гормон и не так-то просто его купить. Ну, находят где-то люди, наверное, на улице разбрасывается кто-то. Вот. И, соответственно, получается, что так как он психоактивный, он воздействует и на самом деле на дофаминовую систему тоже. С одной стороны, он может повышать и либидо, и эрактивную функцию у мужчин, также и либидо повышать у женщин. Это, можно сказать, желательно-нежелательно побочный эффект, потому что такая, как минимум, легкая гиперсексуальность будет при, соответственно, употреблении тестостерона. Ну, конечно, в каком-то смысле оргазмия у женщин тоже будет увеличиваться. И это такие, так скажем, не целевые, но для большинства приятные эффекты. А один из целевых эффектов, почему ко мне очень многие коммерсанты обращаются, приходят, да, уже будучи на курсе тестостерона, просто чтобы его подправить. Это, конечно же, возможность тестостерона делать человека более и замотивированным, и несколько более агрессивным, и, соответственно, более в местах каких-то особенно соревновательных, да, когда идут соревновательный этап. Не только там бицуху как-то накачать соревновательный этап, а вот Коля делает 2 миллиона рублей на том, что продает, не знаю, там мебель. А я, значит, буду делать 3 миллиона рублей на том, что продам мебель, условно, там мой конкурент какой-то или еще что-то. То есть это постоянная такая возможность, независимо от притока кортизола, да, от притока каких-то побочных таких стрессовых факторов, которые из внешней среды к нам идут и могут давить выработку собственного тестостерона. Если мы его колем извне, конечно же, это создает более такой повышенный фон и более равномерный фон, хотя, конечно, на высоких дозировках это очень спорный вопрос, там, ну, плюс-минус погрешности они вполне себе имеют быть. Но когда у вас этого тестостерона, там, условно, всего 2 единицы, вы снижение его на единицу, ну, совсем чувствуете, и так его чувствуете в минус, да, а с возрастом становится все меньше и меньше тестостерона. И, конечно же, соответственно, для мужчин, так скажем, психологическое их самочувствие, психологическое их такая самцовость и замотивированность и какие-то депрессивные вещи, вот эти вот все там, возможно, вот приведу пример, да, из жизни пациента, там какие-то разводился он с женой, что-то еще, то есть он депрессовал, как-то там что-то расстраивался, вот. Вот, он уже неоднократно был на курсе тестостерона, ну, не на вечном курсе, то есть вот он начал развод в конце, после курсовой терапии, то есть в конце подлечивания после курса тестостерона, то есть для тех, кто хочет сохранить, соответственно, репродуктивную функцию, нужно так делать, подлечивать яички. И не только яички, в общем-то. И, соответственно, вот он подлечился вроде как и говорит, что-то я прям чувствую, что, ну, настроение не то прочее. И говорит, вот я месяц уже как на новом курсе, но с врачом никогда не советовался, вот хочу с вами посоветоваться. И, соответственно, он уже по себе, будучи имея опыт гормонов заместительной терапии, непрофессиональный, но он по себе чувствует, то есть что ему даже в зал не нужно ходить, заниматься, а тестостерон его психоэмоциональную активность поменял. Конечно, это более низкие дозировки, чем у качков, то есть там, ну, в три раза, в четыре раза ниже. Но даже капелька, она способна привести, так скажем, человека к успеху в плане эмоционального фона. Это две абсолютно разных вещи, то есть на вообще человек на экзогенных гормонах, ну, можно и плохие какие-то гормоны ввести, когда вы себя плохо почувствуете, да, вот. Или человек на, допустим, там, без курса экзогенных гормонов на своих. Это не хорошо, не плохо, соответственно, данный факт имеет место быть. Мы, как врачи-эндокринологи, конечно, раньше по старинке мы всем говорили, ну, не надо вам курсить там тестостероном. Понятно, что с точки зрения здоровья проще всего отладить, как оно есть, как оно задумано, эволюционным процессом. Но так не получается. Люди всегда хотят быть чуточку лучше, чем какие-то другие люди. И, соответственно, используют для этого различные допинги. Так вот коммерсанты используют экзогенный тестостерон. Если вы думаете, что женщины так не делают, я вам скажу честно, из своего опыта делают. Делают по тем же самым причинам, что и мужчины. И да, у женщин бодибилдер, это грубый голос, это там огромные какие-то раскачанные мышцы, которые всем там не нравятся почему-то. Ну, большинству людей не нравятся большие мышцы, что у женщин. Хотя, казалось бы, человек должен быть хорошим, а не мышцы. Вот. Но да ладно. В общем, суть в чем? Суть в том, что при маленьких дозировках вообще вы никогда не поймете на экзогенном курсе тестостерона девушка или нет. Ну, просто у нее там, может быть, не будет выражена подкожная жировая клетчатка. Она там, если фитнесом немножко занимается, она будет по суше такая, поатлетичнее выглядеть. И все. Но, опять же, очень много женщин прибегают к этому, которые близки к менопаузе. В момент менопаузы. Это не как способ борьбы с самой менопаузой. Не надо это воспринимать вот так. К этому прибегают, так скажем, от лукавого, что называется, да. Чтобы не просто чувствовать себя даже хорошо, а чтобы чувствовать себя сверх хорошо. Чтобы поддерживать себе вот эту вот собранность, мотивацию, высокую фертильность какую-то. Вот это вот все. То есть, чтобы из разряда секс-работа, секс-работа, достижения какие-то. Бам-бам-бам. Вот это вот все. То есть, ты 24 на 7 включенный. Включенный в эту жизнь. Ты 24 на 7 присутствуешь в этой жизни и побеждаешь. Неважно от того, мужчина ты или женщина. И вот это вот очень, так скажем, подсаживает людей, конечно. Потому что ты 24 на 7 в каком-то смысле супермен. И, ну, не обязательно, опять же, для этого быть качком. То есть, как бы, можно не увидеть визуально, повторюсь, разницы человек, который на тестостероне и без тестостерона. Если вы его не видели там совсем без тестостерона, понятно, что структура тела чуть покрепче на тестостероне. Но гораздо интереснее происходит с психикой. Здесь, конечно, есть некоторые побочки. Если у мужчин там, ну, там, допустим, повышается дигидротестостерон, ну, там, облысение идет. И кто-то, ну, на это, как бы, забивает, кому-то и так нормально, а-ля Дэвид Стекхэм. Кто-то вообще на алсы начинает бриться. Нравится человеку быть более брутальным, особенно если там подкачивается человек. А женщинам, конечно, сложнее. У них вот начинается вот этот вот грубый голос, прочее. Поэтому дигидротестостерон, здесь мужчины некоторые даже побольше его оставляют. И они не любят его гасить. Потому что в мужчине он еще больше, как бы, является таким более самцовым, что ли, психоактивным гормоном, помимо того, что там, волосение и все прочее. Вот. То есть он и психику, как бы, тоже подстегивает. Для девушки он ее нехорошо подстегивает. Это шанс заработать себе расстройство какое-нибудь психологического, психиатрических спектров. И, ну, потому что он расшатывает ей эмоциональный фон. По-другому там срабатывает. Не будут читать долгую лекцию, что и почему и зачем. Я думаю, это никому не надо. Проще запомнить, что если вы решили, если вы женщина, и вы решили попробовать когда-нибудь там для чего-то экзогенный тестостерон, чтобы там из разряда как антидепрессант его на Западе используют. Вот. Соответственно, если вы это решили сделать, то, конечно, первая проблема, которую вам нужно будет решать, это дегидротестостерон. Он не должен покидать референсных значений вообще. В первую очередь это для девочек. Ну, для мальчиков целый ряд, конечно, вещей. Соответственно, это в первую очередь какие-то нужно решить вопросы с конвертацией тестостерона. Он будет растить эстрадиол. Во вторую очередь растить пролактин. И вот если эстрадиол, как правило, накидывается рано или поздно всегда, пролактин вопрос неоднозначный. Так скажем, не всегда он сильно как-то поднимается. Но, тем не менее, иногда это очень выражено. Тут еще много-много разных вещей, тонкостей, нюансов. Также реология у крови меняет тестостерон. То есть, у нас может кровь быть более густой. И, соответственно, меняет тестостерон липидный профиль. И, к сожалению, липид протеидов низкой плотности становится, соответственно, больше. То есть, плохой холестерин растет. Ну, соответственно, липид протеид высокой плотности, как правило, снижается. Поэтому мы всегда контролируем эти вещи. И многие другие вещи контролируем. Почему так? Ну, в первую очередь, потому что вы, так скажем, используете такое читерство, да, как в компьютерных играх. И, соответственно, за все приходится платить. Здесь мы платим некоторым угнетением здоровья. Ну, у кого, так скажем, позволяют финансы, не вот там какие-то супермиллионы на это нужны. Ну, просто на посещение врача раз в месяц. Все это контролируется. Человек раз в месяц заходит к врачу, раз в месяц парочку анализов сдает. Сдает не парочку, а целую гору анализов перед тем, как выйти, зайти на курс тестостерона. И, в общем-то, все. Конечно, для людей, которые зарабатывают там, ну, хотя бы там 50-100 тысяч рублей, вполне это реально сделать. И, соответственно, как бы, так скажем, зарабатывать не 50-100 тысяч рублей, а за счет повышения работоспособности и собранности, они, соответственно, у нас больше начинают там, по крайней мере, просто больше работать, больше мотивироваться и зарабатывать больше. То есть, человек как бы на выходе приобретает. Ну, конечно, это не всегда. Конечно, это усредненная, какой-то средняя температура по палате. Ну, вот большинство людей это замечают. И так как сегодня я хотел рассказать о нетипичных случаях употребления тестостерона для обывателя, потому что основная ассоциация только с качками. А вот мои пациенты очень часто, еще есть категория людей, которые спрашивают, что-то читают в интернете про это. У меня как-то эта тема проскальзывала. Поэтому сегодня говорим об этом. И сейчас я расскажу еще один случай, когда это не коммерсанты, когда это не достигаторы какие-то, когда это не какие-то там условные лечения каких-то депрессивных или других расстройств психики, да, когда, ну, может позитивно тестостерон отреагировать вообще на понижение, если идет именно понижение психологической активности от чего-то. Это, опять же, это отдельная тема, что можно было бы полечить тестостероном. Пишите в комментариях. Мы можем подумать, какие расстройства личности, соответственно, можно было бы лечить тестостероном, а в каких он противопоказан. Вот. Но это, опять же, исходя из моего мнения как эндокринолога. Конечно, это такое новаторство, и в Россию все это очень медленно заходит. Хотя на Западе, вот я смотрю на подмеди, где-то что-то, какие-то выкладки, там где-то кто-то из Германии что-то исследует, выкладывает. То есть такое уже есть. Вот. Может быть, на подмеди вам какую-то статью найду, прочитаю, поэтому пишите. Это будет для голосового видео с микрофоном. Очень классная такая штука. Что-то в этом плане изучить, может быть. Значит, далее, так для чего же нужно курс тестостерона, если мы не качки, и если у нас, ну, как бы, нас устраивает наше психологическое состояние. Может, мы и так приподнятые, и все у нас замечательно, и так далее, да. Давайте разбираться. Ну и следующий момент, почему людям нужно, соответственно, использовать экзогенный тестостерон, и они очень часто практически прибегают самостоятельно к этому, начитавшись в интернете статей, в итоге понаделав кучу ошибок. Дело в чем? Дело в том, что у нас, опять же, к этому относятся как к чему-то в России очень запретному, да, очень негативному. Я даже сам, ну, как бы, никогда людей не агитирую. Большинство людей, которых я встречаю, они уже приходят и по факту меня ставят в это, то, что, ну, вы знаете, мы уже 10 лет из разряда, там, или 2 года на гормонозаместительной терапии, и давайте как-то исходить из того, что мы на ней. И, конечно, это не всегда правильно, когда человек долго на гормонозаместительной терапии сказать ему, да, вот знаешь, все от меня, прям сразу сейчас пей там поливитамины, больше никогда этим не балуйся. В советское, так скажем, после советское, точнее, пространство некоторые врачи так делали, но это не есть грамотно даже с точки зрения того, что человек попадает в гормональную яму, и, как бы, ну, нельзя просто так без подготовки человека вывести, да, и без лечения. Специализированного просто вывести с курса, и все. Вот. К тому же, человек и психологически, и физиологически, и, может быть, к этому не готов. А когда не готов физиологически? Вот у меня был пациент. Человек сбил КАМАЗ. Вот. Так сложилось. Нифигово так сбил, что собирали его по частям. Конечно, человек, ну, находится на курсе, соответственно, болело, да, по-моему. То есть, это уже тестостерон, такой смесь всяких видов тестостерона, он обладает большей, то есть, там, условно, делят виды анаболических стероидов на, соответственно, андрогены и анаболики. Ну, вот есть такое условное разделение. То есть, он как бы вот именно больше говорит организму, давай, восстанавливайся, подлечивайся. А так как там постоянный, ну, представляете, человек собрали по частям. У него плюс идут, там, спортивные нагрузки повышенные. Это спортсмен. Естественно, ему психологически не хочется сейчас отказываться. То есть, спорт это его и работа, и, как бы, соответственно, хобби. То есть, спорт это его все. Ему не хочется отказываться от этого. А так, наверное, это болели, ему замечательно. Он не чувствует ни боли, даже во время, соответственно, смены погоды. Ничего. А человеку собрали, ну, абсолютно все, понимаете? То есть, он такой терминатор теперь. Конечно, он уже фактически не слазит с этого ритаболила. Сидит на нем совершенно прекрасно и замечательно себя чувствует. Опять же, это не значит, что всем показано как-то что-то. Он находится под присмотром врачей. Все его контролируют, проверяют, наблюдается у кардиолога. Это тот случай, когда пациент за собой ухаживает. И, в принципе, здесь это как бы замечательно и прекрасно. Человеку хорошо. И там, где он бы мог вести, по сути, образ жизни инвалида, он ведет, в принципе, ну, достаточно образ жизни спортсмена. За исключением того, что, ну, каких-то там осевых нагрузок не делает, прочего. Ну, там, большой спектр упражнений, которые он не может делать или ему противопоказано делать. Ну, а в целом-то он занимается. Причем, такая мышечная масса у чайка хорошая, что еще и, соответственно, не скажешь, что его собрали по кускам. Ну, только если по шрамам таким огроменным. Но шрамы забиты татухами, и это брутально. Может быть, мы снимем как-то, кстати, с ним интервью. Он очень хотел поучаствовать в моем видеоблоге. Поэтому напишите мне в комментариях, кто хочет с терминатором интервью с ними. С терминатором может быть интервью, если будет свободен. Значит, далее. В таких случаях не обязательно, что человек избил камаз. Есть, когда множественные грыжи, остеоартроз, соответственно, там, у людей. Какие-то другие дегративные изменения, соответственно, позвоночного столба. Естественно, даже периодические курсы татухон, они помогают, соответственно, отсрочить разрушение позвоночного столба, рост остеофитов, снизить воспалительные процессы. Единственное, это не очень помогает при сужении спинномозгового канала. И иногда, если есть сильное сужение спинномозгового канала, там, ну, нужно подумать, как минимум, может быть, и не использовать ритаболил. Потому что, ну, не всегда там, в зависимости, насколько будет, да, сильно человек отекать. Потому что в некоторых случаях, конечно, отек может спровоцировать дополнительные, может, какие-то обострения. Там нужно смотреть характер изменения позвонков, если мы в спинальной медицине используем, да, экзогенные гормоны. Но, как бы, вполне возможно, просто нужно два раза подумать, посмотреть МРТ. То есть, это не вам нужно делать, это нужно делать вашему лечащему врачу. И вообще все так же артриты, артрозы, коленные суставы, локти, не важно, какие суставы, все заживает. В принципе, как в народе говорят, как на собаке просто заживает. И все замечательно. За исключением того, что, не забываем, есть показания-противопоказания. Может быть, я сниму отдельный выпуск. Это очень такая вещь. Ну, тоже показания-противопоказания. Многие вещи, с чем как бы нельзя, вроде экзогенной цистероны. А с другой стороны, можно. Но вы будете вынуждены более усиленно, там, допустим, есть у вас варикоз. Ну, вы вынуждены будете более усиленно пролечивать этот варикоз просто нон-стопом или просто отрезать эту вену, если есть такая возможность, и как бы все. Но все равно потом за реологией крови следить и как бы усиленно пролечивать эти моменты. Соответственно, как бы здесь много-много тонкостей, нюансов. Как минимум, чтобы глобально этим вопросом заниматься, вам нужен эндокринолог, а по-хорошему еще какому-нибудь врачу-кардиологу сбегать, которого есть опыт работы с реологией крови именно, соответственно, пациентов на курсе тестостерона. Ну, и неважно, качок вы или просто для себя, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы чувствовать себя бодрее, веселее и, соответственно, чтобы у вас что-то в теле не болело. А что-то в теле болит может множество. Я думаю, что если вам понравится данный выпуск, мы поговорим уже отдельно. В зависимости от ваших комментариев я сформирую тему выпуска о тестостероне и, так скажем, жизни людей на нем. Что и зачем? Пишите, в общем, ваши вопросы по теме. Тема широкая, любимая. Я много очень пациентов веду и могу много-много поделиться с вами своим опытом об этом. Девочек, мальчиков веду, так что девочки тоже подключайте, спешите. Просто гипотетически можно эту тему порассуждать. Она мне очень близка и я решил поделиться с вами, потому что вы вот многие воспринимаете меня исключительно как у врача, который о психологии, да, смотрите какие-то выпуски. А здесь вроде о психологии, о основной моей работе, эндокринологии. Вы ее не видите, не знаете. Тема интересная и, возможно, вдруг вас тоже команда сбивала, вдруг вам тоже это пригодится. Мало ли. Иногда позволяет отсрочить или вообще отменить необходимость какой-либо операции, скажем так. Тоже интересный вопрос. Значит, что еще? Что еще? Да, ну, наверное, все. Подписывайтесь на канал, поставьте мне, пожалуйста, лайков. Ваши комментарии, даже если вы поставите плюсик и вам нечего сказать, все равно помогают продвижению канала. Поэтому, дорогие друзья, будьте активней и да пребудет с вами здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok